Привет! Здравствуйте всем! Как настройка, как сила? Что-то у меня после выходных немножечко. Упадок. Эндорфина, сиротонина. Что-то у нас еще есть с радостью связано. Привет! Александр Пологрудов! Самый успешный бизнесмен 2011 года. Бездельник. Нет, нет, братка, я по делам ездил. Я сделал массаж. Встретился с нужными людьми, дорогой друг. Поэтому не надо говорить, что я бездельный. А с первого по четвертой я еду в Сочи на фитнес-тур. Это будет вообще бомба. Это будет жара. Тренировки. Хорошая компания. Посиделочки. Всякие игры. Будет вообще по кофе. Скажи Ставрополь. 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 Вот. Здорово, 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 Влад. Так. Что же еще там у нас? Прошу. Я сказал Ставрополь. Утипутин. Утипутин. Вот. Поэтому. Я сказал Ставрополь. Если про Ставрополь, ну ты пишешь. Вот. Я еду. Я еду, в общем, в Сочи. В Сочи на 4 дня. Будет отличная гостиница. Будет очень море всего. Я это еще в сторис обозначу обязательно. Будет вообще бомба. Все девочки мира твои, братка. А мне не надо всех. Я не смогу просто. Если бы смог, взял бы. Ты с Сашей живешь? Нет, конечно. Я один. Мы с Сашей уже не вместе давно. Ой, какая у меня музыка, герои. Ой. Так. А ну-ка, что мне в ушах? Молодец. Так держать. Спасибо большое. Я еще надеюсь, в конце недели я опять в Москву съезжу. На выходные. Нет, на Дом-2 нет сценария. Честно. Как не хочешь обратно на Дом-2. Нет, у меня нет сейчас возможности жить на Дом-2. Тебе правда нравится Лена Хромина? Хотел бы с ней наладить общение? Да не знаю. Нет, я не чувствую себя... Я не чувствую недостатка в общении. Лена Хромина хорошая девушка. Ну то, что как она мне нравится? Она умная девчонка. Я еще раз говорю, она умная девушка. У нее... Ну, есть в ней что-то интересное. Наладить с ней общение. Но нет, такого у меня нет в планах. Зачем мне нужна была Хромина? Не знаю, интересно было. Было интересно. Это правда, что Саша мне изменял? Я не знаю. Возможно. Ну, я то есть, я этого не знаю точно. Вот. Не знаю, правда это и не правда. С детьми вчера виделся. Сегодня тоже их с садика забираю. Привет. Привет. Так. Давайте, ребята, давайте поживее. Ужасный перекресток. Саша уже не беременна, она не будет рожать. Ну, по крайней мере от меня. От кого-нибудь может уже родить, ну еще родит, но не от меня. Ташкенту большой привет. На дом 2 трудно попасть. Нет, если вы интересный человек, легко. Ебаров колет уколы, он мужик. Не, Ебаров красавчик. Ну, он рожачный, он смешной. Так. Я с Муромска раз... Погода... У меня погода 22 градуса тепла. Это был пиар с ее стороны. Давно эфир? Нет, недавно начался. Со стороны Саши в смысле пиар? Нет. Я не думаю. Ну, блин, короче... Я вот не знаю, как мне про Сашу говорить. Мне в моей жизни Саша довольно-таки много врала. Вот. Поэтому я не знаю, вы мне спрашиваете так... Я же не могу говорить про Сашу и знать что-то наверняка. Вы у нее спрашиваете, она же в эфирах постоянно делится все, как у нее, что происходит. На Дон-2 нет, не сценарий. Ого, как тепло. Да. Так, офигеть. Погода. Я резин на зимнюю уже завтра меняю, да. Я бы хотел в Дон-2 видеть. Очень ты хороший, очень пупсик. Ну, я, кстати, был вот вчера на шоу или когда-то позавчера. Позавчера. И прикольно. Ну, прикольно было. Девчонки там, есть интересные девушки. Возможно, я бы подумал. Вот. Нет. Я нет. Пока таких мыслей нет. Посмотрим. Посмотрим. У меня сбой в тренировках. Вот это меня нервирует. Ужас как нервирует. Почему говорят бывшие участники, что есть такое, что указывает, что делать? Нам предлагают некоторые вещи, там, ну, допустим, пойти с кем-то поговорить. Но мы абсолютно сами вольны решать, будем мы что-то делать или не будем. Мы в основном все живут в своей жизни. Есть люди, которым скажут, они сделают. Есть люди, которые ничего не делают, делают сами. Я прослушал, а здесь подстава какая-то на Дом-2. Ну, конечно, тебя пытаются вывести из равновесия. Бля, давай. Давай сбоку проедь, ну, сука, пожалуйста. Вот. Конечно же, на Дом-2 есть люди, которые тебя будут выбивать из колеи и, там, стараться твою нервную психику, нервы твои рассчитать. Но... Кто-то ведется, кто-то остается нормальным. Так, время у нас нормально все. По времени все хорошо. Завтра у меня дела работа. Приветик. Здравствуй. Какая интересная аватарка, симпатичная. Вот. Лаура, Лаура. Так, дальше что у нас? Кто из девочек мне там нравится? Ну, неплохо. Белая. С цицевят, ничего. Виделись с этой. С брянской. Брянская хорошая тоже. Вот. Чем сейчас занимаешься? Какой бизнес-работа после того позора в телевизоре, как жить-то? Ну, на самом деле, я не знаю, если человек нормальный, он всегда найдет себе... Какая марка машина? Это Логан. По Сашу скучаешь? Ну, вот, брат мой скажет. На самом деле, ехал в Москву, и что-то мне в Москве немножечко нахлынуло, ностальгия. А так нет, нормально все. Брянская бегущая, это я знаю, поэтому я как бы, ну, просто говорю, что хорошая девушка. Заезжай на кальян. Брат, я уже не успею. Мне сейчас, если я туда-сюда съезжу, то уже пройдет хреновая туча часов, а мне надо еще детей забирать в садик. Ну, вот. Я ничего не говорю. Куда мчишь? Домой. Передавай Ольге Юдиной привет большой. Ты классный, спасибо большое. Я пошутил, пробки. Ты классный, ты клевый. Брат, приедешь домой и скажешь мне там лицо. Вот. Потому что the power is power. Сила есть сила, брат. Тут ничего не поспоришь. Как везет тому, кто везет. Тарасовой Тане привет большой. Я яйцо. Что за яйцо? Пожалуйста, я передал. Фуф. Еремеевой Ольге с Чебоксар большой привет. А что это у вас тут? Гостинция в студию. Скажу тебе в яйцо. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Нет, брат. Я уважаю родственников. Ой, машина. Как похоже на этот, на Volkswagen, на Touareg. Но не Touareg. А Z. Это, сука, пушка. Это, сука, как Gucci. Ха-ха-ха-ха. А Linxbet. Как я думаю, любую ли девушку можно соблазнить? Я думаю, на любого человека найдется человек. Вот так я думаю. Не каждый соблазнит. Один человек не может соблазнить всех. Нет, хотя может. Наверное. Нет, не может. Потому что есть же люди, которые там в глушу, они, может, его знать, не знают. Вот. Но... Нет, я не думаю, что один человек способен соблазнить достаточно много людей. То есть, ну, то есть он соблаз... Можно много соблазнить, но не всех. Есть принципиальные люди, которые... У которых есть барьеры, которых тяжело сманить на темную сторону. Тигуан. Тигуан. Не Тигуан, а Таурэк был. Типа как Таурэка, только с буквой Z. Да, мы с Сашей расстались. У нас более ничего не связывая. И в этом есть свои плюсы. Сори. Ну, понятно. Ну, да. Вы с Колей съехались. Витя, привет. С Колей мы съехались, конечно. Мы с Колей... Как это называется? Склеились. Что мы с Колей сделали? Привет. Какое время? Какое время? Сколько у нас времени-то, а? Нет, мы с Сашей полностью... Общение... Общение у нас с Сашей полностью сошло к нулю. Вот. Объявили себя парой. И... Кто? Прикольно. Ладно, мне пора. Нихуя не делать. Мне пора ничего не делать. Этот... Давай, брат, я тебя целую, обнимаю. На связи. Вечерком увидимся. А вот... Я сейчас... Встречусь тут. Там встречусь. Со всеми встречусь. И... Детей буду из садика забирать. Джум-джум-джум. Никогда не... Не... Хотел водить машину, но в итоге я делаю это замечательно. Вот. Наверное, если... Чего-то не хочешь, оно у тебя получается. Вот. Так. Она хотела закадрить тебя... Прилепить, но не вышло. Легко ли тебе доверять людям? Ты, Коля. Ага. Мне людям... Ну как не людям доверять? Да, нет. Не то, чтобы я всем доверяю легко, но... Появилась ли у меня девушка? Нет. У меня не появилась девушка. Вроде бы. Ну да, не появилась. Откуда их... Так, ну что? Ладно, короче, все. Лето. Ты, случайно, не в Польятти едешь? Нет. Поговорилась девушка? Нет. Все. Ладно. Слышно расстались, потому что не сошлись. Поехал я. Пошел я по делам, по всему. Целую вас, обнимаю и... На связи. Увидимся, когда увидимся. Дай вам Бог здоровья хотя бы на эти коротенькие 7 дней.